Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Перед началом данного ролика хочу снять небольшой рекламный такой обзорчик нашего сервиса. Многие, наверное, уже из вас знают, что у нас есть сервис офигенный, самый лучший по обслуживанию. Стелс Гепард, Одессами сейчас плотно занимаемся, БРП, РМ, в общем, в любых моделях квадроциклов. Но перед началом данного видео еще раз вам покажу и расскажу такой один небольшой аспект. Смотрите, в неделю мы принимаем примерно от 10 до 15 квадроциклов, ремонтируем. Очень большой поток клиентов у нас, очень уже много опыта накоплено, сами знаете, по Гепарду мы знаем все до мелочей. Одессы уже очень плотно изучили, но сейчас поподробнее про работу с регионами. Они все знают, все пишут, что далеко находятся. Некоторые люди пишут и говорят, я бы к вам мог обратиться, но вы находитесь очень далеко. Так вот, мы работаем со всей Россией региона. Сейчас у нас находится квадроцикл из Кемерово, квадроцикл Барнаул, квадроцикл, например, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, в общем, Воронеж, Липецк привозят. Откуда только не приезжают к нам квадроциклы. Так что, если вы с региона хотите, например, приобрести квадроцикл, но в вашем регионе выбор всегда будет меньше. То есть, например, если вы в Липецке смотрите квадроцикл, там будет, ну, 5 квадроциклов, каких-то 7 предложений по Гепарду. В Москве их, там, сотни предложений, и вы можете обратиться к нам, здесь мы вам поможем тоже с подбором какого-то квадрика. Здесь его у нас в сервисе доработаем, доведем до идеала и отправим вам транспортный, есть сборные грузы, отправим вам квадрики, уже доработанные, вы будете только кайфовать. Это стоит не так дорого. Цены там такие, в Питер отправить порядка 10-15 тысяч, привозили в Самару тоже, по-моему, 20 тысяч рублей в сборную игру. Это вообще не так уж дорого, при том, ну, при всех этих тратах, вот, квадроцикл лучше чуть переплатить. Просто в вашем регионе вы, у вас нет выбора, там есть 5 квадроциклов, из них там 4 полудохлые, один там полумертвый, все. А здесь можно из сотни выбрать хотя бы штучки, там 5 найти хороших, вот. А сейчас посмотрим, как у нас идет работа, например, вот, этот гепард у нас пришел за 170 километров, так же, Калужская область, 170 километров. Привезли, сделали, доработали. Вынос, фара, шнаркеля, ой, шнаркеля, руль, защиты рук, подогрев, шестерни массы насоса, полное ТО, устранили все косяки до обкрепления редуктора. Все сделали, то есть все. Теперь человек, он издалека, он один раз все привез, мы ему все сделали, он будет туристический больше, ему не надо там внутрь рычаги, еще что-то там, шнаркеля, туристический, все. Он уже будет год кайфовать, потом что-то захочет, еще раз привезет, то есть один раз сделал, нормально. Там у нас, пойдемте посмотрим. Это у нас готовится переделка, вот, сейчас будет переделка, 150 на 800, большой объем здесь работ, здесь будет устанавливаться. Вот вынос уже поставлен, шестерни заменили, переделаем мотор, поставим плазу амортизаторы, фрезы, масленки, широкий высокий руль, устранили люфт хвостовика, сделаем клачки. В общем, квадроцикл попрет, потом на него дальше поставим 28 колеса, будет вообще бомба. Александр установили, подножки, проклад, пойдемте посмотрим. Вот такие подножки, потом попозже, Алексей вам на канале снимет про них обзор, есть здесь небольшие косяки, он потом вам их все расскажет, более техническое видео. Сейчас мы вам просто показываем. Поставили подножки, проклад, так как у него была полная защита, он приобрел другую защиту, которая идет на центральную часть, а боковую, чтобы подножки были вот здесь максимально, открытые. Вот это как раз у нас квадроцикл. Вот этот. Это Барнаул. Это очень далеко. Купили, подобрали, вот человек нашел сам на Авито, объявление. Ему он показался привлекательным, с пробегом 500 километров, снимали на нем тестовые ролики, там дилер, и с пробега 500 километров продавали. Он обратился к нам, мы выехали на место, сделали осмотр, все ли с ним в порядке, квадроцикл оказывался нормальным, небольшие нюансы там, сальничек, еще что-то, это все мелочи. Сейчас мы его докомплектуем по полной, рычаги, плаза, руль будет здесь стоять, подогрева, защита, вынос, шнуркеля, шестерни, доп. крепеж, полное ТО, все новые масла, полная протяжка. Также обклеим его в крутую пленку фирменную, квадстикерс, и будет вообще бомба. Вывели все сапуны под приборку, специально сделали сапуны качественно, вот так вот, они идут вот так, и вот вниз, чтобы ни при каких обстоятельствах вам вода не завелась. Будет красивый, офигенный проект на салатовой раме, будет рисунок такой салатовый, серый, все будет отлично. Вот, добавили мы в свой сервис рабочих мест, купили новые верстаки, покупаем постоянно новое оборудование, совершенствуем. Все, растем, развиваемся, съемники, инструменты, смазочные материалы, герметики, все самое качественное, только для вас. Вот, перед началом данного ролика, такая вот рекламка. Приезжайте, обращайтесь, поможем всем, любые модели квадроцикла, все контакты внизу под видео. А теперь начинаем ролик, погнали кататься! Дорогие друзья, я вас всех приветствую, сегодня у нас крутая покатушка на боевой состав. Сейчас посчитаем, сколько у нас народу, все вам расскажем, покажем, пройдемся, возьмем небольшое всех интервью и поедем. Поэтому постараемся пройти 200-250 километров, как нам позволит, сегодня погода до условия. Зима, сами понимаете, может быть непредсказуема. Надеюсь, все будет отлично. Маршрут доедем без поломок, кайфанем. Значит, у нас сегодня квадроциклов сколько? Раз, Гепард, Ямаха Гризли, два, два БРП, четыре, пять, Гепард, шесть, Гепард, шесть человек. Так, идем дальше. Здесь у нас семь, Гепард, восемь и девять, девять квадроциклов. Сейчас немножко пообщаемся с ребятами. Илья вернулся, что ты давно, Илья, не было тебя, видно. Илья отдыхал, отдыхал. Готов показать класс? Соскучился, Илья? Вообще встал в 4 утра сегодня, что поехал, не спал, не спалось. Что ожидаешь от сегодняшней карты? Как всегда, топ. Да? Да. Все проедем, не поломаемся, по-любому, да? Пушку должно все быть. Все ждали, давно никто не катал. Двухаммер сегодня будет съемка. Так, сегодня с вами, уважаемый новый участник. Всем привет. Расскажи, какие впечатления желаешь? Сейчас посмотрим, покатаемся. Желаю, что ожидаешь? Ожидаю, что будет круто. По кайфу будет. Первый твой нормальный боевой выезд. До этого катался в лоховские выезды, около дома. Сейчас поедешь нормально, да? Да. Все правильно. Ко днем посмотрим. Гепард тебя радует вообще? Да. Как? Басался гепард. Какой пробег? Пробег 2000. 2000 километров. Все в порядке? Проблем вообще нет. Все, сейчас испытаем в бою. Все. Алексей? Ссалам. Как дела, Алексей? Все отлично. Поедем кайфанем сегодня? По полу. Ой. Сто процентов. Кто не приехал, тот опоздал. Девять человек сегодня, так что все нормально. Вот. Дальше пойдем поспрашивать. И дальше у нас, надеюсь, будут красивые кадры, контент. Постараюсь, постараюсь для вас что-то заснять хорошее. В общем, вот этот гепард у нас в сервисе подготовлен. Здесь стоит полностью, полная прокачка. Кто в инстаграм подписан, видел. Поставили новые колеса. 27-е. Амортизаторы класса. Здесь у нас руль. Широкий руль, высокий подогрев. Защита. Шестерни помененная масляного насоса. Клочки сделан. Большой список работ. Гнутые рычаги. Трофи-про. Артур тоже у нас обслуживается. Поменяли ему кардан. Вышел у него из строя. Перед покатушкой. Немного сварили раму. Он там прыгнул. Сильно у него лопнуло. Сделали ТО. Полностью готов в бой. Александр на Ямахе. Тоже ему установили вот такие вот подножки. Проклад. Защиту днища. Пластиковую. Вот такие он себе эти поставил штуки. Чтобы руки грелись. Вот там доктор у нас. Сейчас вам пару слов. Рассказываю. Как всегда у него громкий выклоп. Доктор, приветствую тебя. Поспал. Обосрался. Все на свете забыл. Вернулся. Но приехал на катку. Как ждешь покатушку? Ждешь? Мечтал покататься? Месяц уже ждем. Что ожидаешь получить сегодня? Много скорости. Схода с трассы. Ой, доктор, молодец. Все не будет хорошим покатушкой. Сейчас пойдем к Сане. Александр. Что хотите интервью взять? Ну, небольшое. Что ожидаете от сегодняшней покатушки? Как обычно. Хорошо покататься. Покайфовать. Протестировать подножки. А, прокат. Будем дальше дорабатывать гризли. Как вы знаете, у меня все квадроциклы нестандартные. В стоке не ездим. Все. Все вам покажут. Все специфическое, необычное. Все, как обычно. Типовой проект вам дадим. Будете стремиться к Александру. Да? Да. Будете стремиться. Сейчас вся Россия стремится к гепарду Александру. Уже один скопировал. Да. Полностью. Доволен. Пишите. Чек-лист оставим, как дорабатывать гепаржий угол. Самый проходимый. В мире. Чтобы был не хуже, а даже лучше, чем верфи. Все. Мы, короче, выезжаем. Все, погнали. Ну что, друзья, началась наша покатушка. Стремительно врываемся. Первые береги пошли. Мощные-мощные литровые моточки впереди. Дальше гепардики наши. Сгибаем на полную. Кайфуем. Вот гризли у нас сейчас будет там в конце. Санек за всеми наблюдает. Алексей замыкает группу. Едем. Скайфуем. Да, друзья, ожидали мы, что будет нас. Но нас-то такового нет. Проваливается. Блин, два дня назад ездили, проверяли. Нас было. А сейчас все проваливается. С трудом-с трудом идут квадроциклы. Очень сложно. Но пробиваем. Что делать? Офигенно. Едем. Кайфуем. Береги и Ямахи запустили мощный квадроцикл. Ямахи легкие. Идет поле. Здесь есть от всех сложностей. Ну а дальше они уже дорогу накатывают. И дальше уже нормально. После да. Ну пробьют нам сегодня дорогу. Проблем нет. Офигенно все. Надеюсь, маршрут хороший. Обратно уже поедем получше. Едем дальше. Нам надо преодолеть такой вот заезд. Горочки. Офигенно. В лесу уже подморозило получше. Уже ехать легко. По полям тяжеловато. А в лесу вообще нормально. Едем. Офигенно. Сейчас, когда уже заедем в лесную дорогу, будет круто. Вот тут такой вот подъем. Да, Алексей, газуй. Покажи, как нормально мотоцикл в горку заезжает. О, просто залетает. И даже не чувствует. А цикл? Что произошло? В какой-то веке он наконец-то. С 16-го года он все-таки разорвался. Я думал, он бессмерт. Он новый. Ремень усиленный. Он обманывает. На BRP не рвутся ремни. А вот что-то ехали порвало. Артур, что случилось? BRP хуйта. О, все. Сань. Я сейчас куплю BRP и скажу честно. Пока рано. Надеюсь, огорчить. А я осталось куплю. И тоже честно скажу. Ребята, ребята. А вот уходишь этот хороший инструмент. Сань. Так. Друзья, у нас здесь, когда мы вскрыли вариатор, мы увидели, что это не ремень. Соскочила вот эта щека. Задняя ведущая часть. Ведомая. Вот здесь такие даже болты стоят. И шайба. Они открутились от вибрации, видимо, или от чего-то. Непонятно. Вариатор соскочил сюда. И вот так вот намотал пружину. Это сход с дистанцией. В первом на нашей квадро-покатушке сегодня сходит ренегат 1000 XMR 2016 года. Поприветствуем. Здравствуйте. Он первый номинант. Ну, это аналогично, как у всех заводов-изготовителей. У гепарда тоже. Вот, ребята, на канале выпускают видео хорошее. 15-16 года. Не рекомендуется к приобретению. Вот. Вот, пожалуйста. Покупайте новые модели. Новые модели. Покупайте, обращайтесь, пишите. Поможем с доставкой. Так, друзья, пока перерыв. Будем знакомить вас с нашими участниками покатушки. К нам присоединился новый уважаемый товарищ. Так, давай, как зовут тебя, уважаемый? Тигран. Тигран. Так, значит, стелс ты приобрел в каком году, получается, гепард? Ну, года два назад. Два года назад. Ты его брал в новом или БУ? Нет, БУ. БУ. Какой пробег был у него? Ну, типа 500, а там... Там непонятно, да? Ты потом на нем сам два года у себя самостоятельно катался? Да. Потом решил к нам присоединиться? Потом посмотрел ваш канал и решил присоединиться. Так, вообще, впечатления от техники у тебя в целом, вот, гепардия, тебе нравится или хотелось бы что-то мощнее, что-то комфортнее? Как вообще это, по-честному, для наших? Нет, ну, вот, у вас сервисы перебрали, все сделали, нарядили и сейчас огонь устраивает полностью. Все нормально? Отлично. Вот сейчас катаемся, кайфует, да? просто отлично. Так, что вообще тебе сподвигло покупки квадроцикла? Почему заинтересовался квадроцикл? стресс сбросить после работы. А как узнал? Через YouTube или где-то увидел? В YouTube. YouTube посмотрел, что канал, да, увидел. Что люди катаются, да, и решил приобрести? Совершенно верно. Помогает тебе после работы оттянуть душу, да? отлично. Хорошо помогает? Стресс сбрасывается капитально. Все заходил. Всем рекомендуешь вообще кататься, отдыхать активно? Однозначно, присоединяйтесь. Всех приглашаю. Да, так что вот потихонечку сейчас у всех ребят, кто с нами катается, возьмем интервью небольшое, чтобы вы понимали, что у нас за ребята. Вдруг кому-то будет такие интервью интересные, такой новый формат, новый формат. БРП Атлендер тысячный и тысячный. Ага, 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 победил левый Атлендер. Вдругой Атлендер Субтитры сделал DimaTorzok Так, продолжаем. Ренегат поехал домой. Смотрите, впереди гепард. Ой, Берпи, за ним сразу. Слез не уступает ни с этим местом. Дальше все гепарды. Давай, давай. Ой, молодцы. Вообще красавцы, ребята. Посмотрите, что творят. Что творят. Просто нереально. Так, въехали в лес. Скоростный участок. Пошел. Смотрите, какая скорость. О, это нереально. Все ребята молодцы. Дозуют от души. Просто. Давай, Сашуля. Надеюсь, вам передается драйв. Скорость данной покатушки. О, пошел боком. Просто Алексей молодец. Друзья, небольшая очередная остановочка. Находимся вот в таком красивейшем сосновом лесу. Все вы видели, как драйвово мы зажигаем. Мы только начали свой маршрут. Немножко пришлось остановиться из-за Берпи. Погрузили его в прицеп. Все, он поехал домой. К сожалению, для него покатушка закончилась. Но мы ему все починим. Все будет нормально. Так, мы двигаемся. Все нормально. Все пока, ребята, в строю. Надеюсь, будут еще хорошие кадры. Скоро, конечно же, уже стемнеет, потому что два часа мы потеряли. Но, надеюсь, сейчас поснимаю чуть пока светло. Так что, надеюсь, ролик будет хороший. Следующий участник нашей покатушки, Станислав. Станислав, скажи, пожалуйста, как давно владеешь квадроциклом? Именно этим? Ну, вообще. Вообще года два. Этим год. Как случилось так, что ты понравился квадроцикл, ты купил, увлек? Ты всегда мечтал. Смотрел видюшки на ютубе. Ну, осмотрел. С Чалбанки, взял обычный залупанный стелс. Этот. Селс 500GT. Да, казума. Блядь, дрова, пиздец, конечно. На этот пересел, пиздец, иномарка по сравнению с тем. Хороший? Смотри, то есть ты изначально по ютубу посмотрел? Да, ютуб смотрел. Пацаны катались. У меня кореш есть. Ну, у него тоже этот, какой-то 500-й стелс, только как сейчас леопард. Так старый. Да, Хайсан катались, прикольно, нравилось. Потом он прокатил на Ямахе, нагрызли. И я вообще думаю, блин, надо квадрик, короче. И ты купил гепард потом? Да, нет, гепарда купил, когда ваш канал начал смотреть, когда-то рассказывал про него. Очень долго думал, что взять. Смотрел CF бушные, BRP бушные, смотрел, думаю, зачем ведра брать 10-12 года? Такие же деньги есть, можно пойти и новый взять. Офигенный квадроцикл. То есть ты не пожалел? Нет. У тебя пробег 2000? Да, 200 уже. За это время какие-то поломки были? Все рассказываю по-честному нашим зрителям. Да нет, не было. С лебедкой у тебя было? А, ну с лебедкой была тема какая-то, да. Но может сам накосячил, потому что не мыл, не обслуживал, не знаю. Водой зелелоз, веленой тумер. А в целом? В целом все нормально. Никаких вложений, кроме тюнинга, в принципе, не было. Пока все устраивает? Да, все четко. Что посоветуешь людям, которые смотрят канал, может быть, еще не приобщились с квадро-темой, думают, размышляют, стоит ли вообще заниматься этой темой? Да, не очкуйте, 100% стоит. Съездите куда-нибудь на отдых, возьмите там квадро-тур, покатайтесь, вам это понравится. И потом уже берите свою технику. То есть всех ждем, приглашаем, пифовать, кататься. Да, да, всех ждем, приглашаем. Так что вот спасибо, еще один участник нашей катки. Так, ну что, ребята, теперь мы уже в лесу, как я показывал. Здесь тоже отлично накатано. Вон как, ребята, все газуют, пробиваем снежные. Пробиваем такой снег. Он, как сказать, такая средняя структура. Вроде и нас тоже здесь хорошо накатано. Короче, здесь хорошо едет. Просто отлично. Во-первых, что красиво, а во-вторых, что можно газануть отлично. Вон как летят. 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 так следующий наш участник по катушке артур привет он у нас клубе стоит сколько год ну год-полтора дойдет так владел двумя марками квадроцикла cf moto и гепард так смотри как вообще попал в квадр тему как чем тебя заинтересовал изначально квадроциклы не ну и видео смотрел тоже хотелось так поизучал чуть-чуть изначально увидел видео на ютюбе да да как катаются ну интересно стало начал смотреть он купил цель потом купил бы ушную cf куда тысячную но он не то что убит и был он нормальном состоянии был там ремень поменяли то сделали ну и начал кататься 1 покатушками так попалось что я сразу к вам попал и проехал 200 километров на следующий день или по лестнице спускался ноги болели руки болели я думаю что такие выезды раз в месяц восстановиться а вы сказали что вы катаетесь каждые выходные я слегка в шоке был ну а потом раз два три уже втянулся и сейчас день проехаться можно и на следующий день еще ехать еще их но cf к получилось так что она все таки больше турист вот зимой если глубокий снег она умирает грузики выплевывает ремень все в грязь если в большую так он может быть если сравнивать с гепардом на штатных амортизаторов то cf к она может быть по нам флор по комфортнее да но у меня уже стоит plaza вот и в комфорте я не сказал что есть какая-то разница так что все про гепард какие отзывы положить или что-то не устраивает там какие моменты да не все по-честному все все нормально но в любая техника ломается когда что-то ломается неприятно но это на всем ломается на берпи на ямахе на остался на цепке на гепардии уже это 3000 до особо проблеме же не доставляя не ну ты вот хоть раз скажи приезжал хоть раз на трассу мне не брожал еще не приезжал вещь и в основном такие мелочи там тягу погнул там развалилась наконечник ну сейчас кардан приехал но это тоже отъезды как бы он ездит ну развалился развалился что пожелаешь зрителям который нас море на при не имеет квадроцикле только хотят присоединиться квадро движения ну что стоит покупать да стоит конечно покупать отличное времяпрепровождение природа компании выходные не сидеть на диване не мучиться там нормально выезжать дышать смотреть новые какие-то места путешествовать супер драйв получать как мы всех рады видеть да без проблем и консультируем к чё купить как купить можно просто пойти купить квадрик приехать без тюнинга прокатиться пообщаться все сразу подскажут что тебе надо ставить ну не обязательно сразу все но поехать сначала понять что надо кататься не стесняться приезжать все разве ждем кайфу да кайфуем приезжать чем-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С ребятами остановились... Ребята, короче, наши некоторые с давлением не понимают, что делать... Сейчас у Александра спросим экспертное мнение по давлению... Александр... Что у нас, ребята, почему не могут нас... Давление должно быть рабочее обязательно... А какое рабочее? У Макарда резине свое... Вот, например, возьмем резину... Макси сделала... Какое давление? Самая распространенная резина на Гепарде... Ну, под грязь надо, либо под скоростной... Ну, вот под такой скоростной прохват... Под такой, но... 0,4-0,5 даже можно, в принципе, дать... Так, под грязь... 0,2-0,3... Так... Резина, например, вот... Блэк Уотер есть... Под такие скоростные сколько? Ну, там меньше... Там 0,2-0,3 она жесткая... Так... А вот Мудлайт... 30-й, например... Вот 0,2-0,3... Она такая... Ну, понимаете... От веса райдера зависит... Он легкий, Константин... Экспертное мнение... У нас Константин райдер весит очень мало... Ну, КАРом сколько? 30... Он весит в полтине... Как мешок с песком... Мешок с песком... Сейчас спросим мнение... Ребят... Как тебе маршрут? Линенный... Нравится, нет? Да... Не то, что Домодедов... Вообще по-другому все... Сказка? Огонь... Чего больше всего запоминает? Пейзажи красивые... Рейки, леса... Хороший прохват? Да... Можно скоростные участки, да? Вот, сейчас пойдем еще у нашего новенького участника спросим... А, он разговаривает... Так, следующий... Пацаны... Как вам маршрут? Погодка, огонь? Как всегда... Да? Другого не бывает... Парни, как? Огонь... Все отлично? Сань, хороший маршрут? 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 Следующий. Так, через фото, как и по швитке. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий участник нашего клуба, уже давний наш, состоит в нашем клубе, это Александр, вы все его прекрасно знаете, но он сейчас еще раз расскажет, освежим в память. Александр, что тебя сподвигло купить квадроцикл твой первый? Как пришел в квадроспорт? Я всю жизнь люблю, леса, природу и все, чисто люблю природу и люблю драйв, поэтому это квадроцикл, единственный способ. Ты впервые увидел, где квадроцикл, на ютюбе или где-то в прокате? Да давно, глубоко в детстве, еще где-то может быть увидел, еще в прокат брал, еще с родителями ездил. И сейчас в это время зацепило? Конечно. После этого ты что, ютюб посмотрел или сразу купил? Да и ютюб там, так, выборочно, еще в то время не особо даже было много видеороликов на эту тему. Мне просто всегда нравилась природа, и также я любил где-то погонять, покататься, поэтому квадроцикл, две этих вещи, вмещает идеально. Поэтому вот, кто любит природу и любит драйв, то только квадроцикл. Вот у тебя было уже несколько марок квадроциклов, у тебя был Bolt Motors, у тебя была Yamaha, вот сейчас есть, у тебя был Gepard и BRP Buggy, еще будет BRP. Что можешь сказать про каждый вот конкретно квадроцикл, вот чем Yamaha тебе нравится? Ну, начнем с Bolt Motors, это просто был первый квадрик, я его, кстати, ничего не жалею, хороший. Я его купил только из-за того, что это единственный в России официально на тот момент продавался квадроцикл, который под категорию А прав. Я почему-то думал, что я тоже буду на дороге общего пользования, выезжать и кататься, как на мотоцикле. В итоге я ни разу, ну там, один раз покатался и все, только для леса. Потом, что у меня было? Yamaha. Yamaha купил совершенно по случайности, внес предоплату за ренегат, тысячный XMR. По стечению обстоятельств в связи с кризисной ситуацией, пришлось купить то, что было в наличии, и это Yamaha Grizzly. Новый, 21-го года, не пожалел с покупкой. Катаюсь и продавать в ближайшее время, даже не дубую, наоборот, планируются доработки и участие на нем в трофе, в соревнованиях. А гепарде что можно купить? Гепард, гепард. Потом у меня гепард появился после Grizzly. Гепард именно у меня как раз был для такого именно, как сказать, для разного вида грязи. То есть, япаха, ямаха, лучше больше как по трофе такой пойдет стиль вождения. Гепард, как бы такая более универсальная машина для грязи. Она по любому покрытию хорошо в грязи пойдет, если подготовить тоже правильно. И, естественно, уметь управлять техникой. Гепард очень проходимая техника. Пока, честно говорю, вот, честно не обманываю, гепард можно брать достойная техника. Скажу от себя, у меня был гепард 21 года, ни разу не подводил, проблем нет. Надо тоже, даже не важно, что вы обслуживаете у другого в сервисе, обязательно надо самим изучить технику, чтобы понимать, как ей управлять, во-первых, и правильно, как обслуживать. Многие покупают и думают, что техника не очень хорошая. Просто не умеют управлять техникой и где-то что-то ломают. Вот, надо тоже изучить обязательно конструкцию, и все будет в порядке. Что пожелаешь нам, нашим зрителям, присоединяться активно? Вот мы хотим всех приобщить к квадро, чтобы побольше катались. Вот как зрителям? Ну, может быть, надо для зрителей будем, может быть, в процессе, может быть, совместно. Да, снимем какой-нибудь более зажигательный ролик, не знаю. Надо просто пробовать кататься. Техника стелс, по крайней мере, точно, ликвидная. Можете купить, не понравится, с небольшой потерей денег продать. Ну, считай, как на прокат взяли. Сейчас на прокат квадроцикл взять тоже недешево. Какую-то сумму денег, ну, потеряете, пробуйте обязательно. Хорошая компания. Мы все ждем, всем рады. Не бойтесь, маршрута есть очень много, везде, уже даже практически по России, можно даже так сказать, да? Не только Москва, область. Поэтому обязательно, обязательно надо кататься. Все, спасибо, Саня. Что-то Сбербанк управляет мотоциклом, да, Саня? Мне кажется, что-то Сбербанку надо подучиться управлять мотоциклом. Так, ребята, уже темнеет, уже, точнее, совсем стемнело, как я говорил. Чуть мы время потеряли, контента вот сколько успел, днем наснимал. Сейчас мы уже в заброшенной церкви, которую уже много раз вам показывал, смысла нет. Постояли, залили бензин в БРП, в Ямаху. Местами тяжеловато ехать, местами нормально, местами снег глубокий. Но расход бензина очень большой, потому что постоянно били большой отрезок. Вот, сейчас поедем, уже вышли на хорошую дорогу, лесную такую. Сейчас я отрезочки поснимаю. Хотим доехать до одной заправочки, заправиться, кофе попить и поехать дальше. Сейчас вставлю отрывочек, как мы едем, ну и, соответственно, что-нибудь заправочек поснимаем. Ночью, конечно, кадры не такие сочные, крутые, но все равно. Заканчиваем наш маршрут. Ребята веселятся. Ну, такой хороший пятачок у магазина, как обычно. Хотят покрутить пятаков. Очень весело, очень ребятам нравится. Хороший пятачок, их листок. Покерт на двери парке. Покерт на двери парке. Хороший пятачок. Покерт на двери парке. ТРЕВОЖЕННАЯ МУЗЫКА Крепку. Давай, блядь, блядь, блядь. Блядь, 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 блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Давай стемдово вындим Давай easy Дет задержка Все идем Друзья, наша супер-мега катка закончилась Все в порядке Потеряли только один квадроцикл Ренегат Но что сделать, это БРП Так бывает Кого стелс, тот заканчивает катку красиво Кого БРП, не всегда Так, сейчас посмотрим, сколько мы проехали по километражу Секундочку Так Смотрим, смотрим, смотрим Так Сейчас 181 километр Мы сегодня прошли Вот Планировали 200-250 Но Два часа поломок, дали о себе знать Проехали чуть меньше Очень дорогая, крутая покатушка Идем в кафе Продолжение следует...